друзья всем привет сегодня мы поговорим о том как мы можем писать prompt подсказку на русском языке для этого нам понадобится установить вот такое расширение prompt translator она называется чтобы установить это расширение перейдем в extension available напишем search prompt translator и у вас появится здесь в поиске 2 prompt translator нас же интересует prompt translator description нам с описанием вот таким вот нажимаете установить переходите installed и plant restart you а теперь мы можем набрать prompt на русском языке а также можно использовать и другие языки сейчас позже покажу какие причем в промке могут содержаться в перемешку английские слова переводчик понимает и переводить их уже соответственно не будет теперь мы переходим вниз ищем такую вкладочку prompt translator открываем ее здесь на всякий случай есть help как пользоваться и теперь наша задача нажать включить мы включаем и ждем пока появится слово ready обычно это занимает секунд 15 если нам нужно перевести еще и негативный промпт то есть негатив то тоже нужно поставить галочку в моем случае негатив здесь тоже записано русском и теперь мы выбираем язык по умолчанию всегда стоит французский похоже разработчик был француз смотрите какое количество языков здесь доступно в том числе есть русский выбираем все теперь наш промпут будет переводиться давайте удостоверимся в этом нажмем generate и вот наша компьютерная мышь сгенерировалась давайте посмотрим что у нас написано под изображением здесь указан наш промпут но уже на английском языке то есть он переведен и exif который забивается в изображении уже будет содержать токены на английском языке вот здесь у нас были английские слова и 16к кабла на английском и лор тоже на английском они не тронутые и оставлены как есть негативный промпт уже перевелся монитор клавиатуры вы можете посетить страницу разработчика парижа но здесь указаны все языки которые поддерживаются этим расширением ссылку на страницу автора я приведу в группе в к и телеграме какие есть недостатки у этого расширения первое это время меня такие изображения генерируются обычно около 9 секунд но здесь нужно еще 10 секунд на перевод то есть каждый раз когда вы будете генерировать изображение она сначала 10 секунд будет переводиться в общем-то это основа недостаток второе о том что я хочу сказать как работает вообще это расширение это расширение не переводит ваш текст через интернет смотрите я отключил интернет зайду на страницу youtube ведь сейчас мне интернета нет давайте сгенерируем а перевод генерация работают если мы зайдем в папку extensions и найдем наше расширение prompt translator его размер будет 2 3 гигабайт это почему потому что в нем находится модель то есть этот перевод происходит прямо на вашем компьютере через нейросеть отсюда получаются такие задержки по времени если ваш процессор будет быстрее то это время затраченное на генерацию перевода будет тоже происходить быстрее в моем случае это 10 секунд друзья если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк переходите в нашу группу вк и telegram там будут размещены все ссылки и много разных материалов а на этом всем удачной генерации всем пока